всем привет друзья вы на канале будь мужиком и сегодня мы с вами будем проверять два способа как почистить сковородку от нагара эти два способа я уже уверен вы видели на ю тубе и сейчас мы будем воплощать их в реальность итак поехали у меня есть вот такая вот сковородка как вы сейчас видите прямо перед собой она уже довольно таки бывалая покрыта хорошим таким слоем нагара свое время она была у меня красного цвета и снизу как вы видите было такое защитное колечко в первом способе я увидел что сковородку берут просто разогревают капитальной горелочкой после этого опускают холодную воду и потом нагар очень легко очищается я решил это дело повторить но несколько по-своему горелки газовой у меня нету поэтому я решил выйти из ситуации при помощи тех приспособлений которые у меня есть а фактически у меня их нет итак смотрим я открутил газовый шланг от газового прибора в данном случае пострадал у меня котел и этот газовый шланг просто поджог на газовой плите таким образом у меня получилась такая своеобразная газовая горелочка это газовая горелочка я капитально разогрел сковородочку после этого опустил ее в холодную воду произошел характерный звук и по идее сейчас у нас все должно очиститься пытаемся это дело чухать однако видим что все равно она что-то не отходит хорошо я решил повторить этот эксперимент второй раз теперь газовая горелочка я грел одно конкретное место то место где больше всего нагара после этого снова опускаем нашу раскаленную сковородку в холодную воду пытаемся очистить и что же у нас получается опять ничего друзья тут два варианта как я себе решил либо я нагрел слишком слабо и этот вариант был правильный либо этот способ не рабочий но скорее всего что я просто очень слабо нагрел второй наш способ был следующий коротко ставится в перевернутом виде на конфорку в этом виде она прогревается прогревается до тех пор пока не перестанет дыметь и честно вам скажу задымела я себя всю квартиру слава богу квартира съемная поэтому может быть с одной стороны и не так жалко с другой стороны мне же потом там все-таки жить и проветривать после этого способа скажу вам пришлось около часа наверное сковородку я капитально прогрел опускаю снова в холодную воду начинаю очухивать и о чудо начинает получаться нагар начинает уходить и действительно оказывается этот способ рабочий почухав сковородку я получил вот такой вот результат как мы видим с этой стороны сковородочка просто идеально у меня вычистилась то есть здесь я ее хорошенечко вычухал но в этом месте она у меня хорошо грелась соответственно и здесь немножко нагар отошел и здесь нагар отошел однако с этой стороны нагар все равно у меня не отошел но скорее всего что эту сторону можно тоже очень хорошо прогреть так чтобы она перестала дымить я думаю что тут она тоже у вас очухается так что в принципе способ рабочий но есть одно но о котором я вам хочу сказать изначально сковородка была красного цвета в то время как она стояла на комфорте я вам сейчас покажу на ролике там начали образовываться пузыри то у нас отлучивающаяся краска и таким образом что получается высокой температурой мы краску сняли со сковородки и осталось буквально только сковородка то есть фактически этот способ как мне кажется работает наверное всего один раз пока на нем есть краска просто получается слой нагара у нас отошел вместе с краской сковородки то есть либо потом ее красить какой-нибудь еще одной жаропрочной краской чтобы можно было и в дальнейшем также сама потом почухать либо удовольствоваться полученным результатом так что вот такие вот дорогие друзья если вам понравился ролик ставьте лайки и до новых встреч всем пока